Уже с завтрашнего дня в Чебоксарах заработают фонтаны, но по правилам испытания им устраивают накануне. Сегодня на заливе решили устроить показательный запуск для журналистов. Выдержали ли фонтаны такой экзамен и как вообще они просыпаются после зимней спячки, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Главный чебоксарский фонтан начинает свою работу в особой обстановке. Запуск по-настоящему торжественный. Но побывать на этой церемонии в первых рядах удалось только журналистам. После команды. Включаем фонтаны. Пишущая братья не скупилась на овации. Ура! Свидетелями пилотного в этом году запуска фонтанов стали и чебоксарские рыбаки. Хотя из-за шума они остались без улова. Мимо проходил просто, заметил, что фонтан включился. Интересно, да, красиво. Нижний, конечно, фонтан красивее, чем этот. Но где в городе еще найдешь такое место, чтобы отдохнуть, погулять? К звездному часу чебоксарские фонтаны коммунальщики готовили долго. Чтобы они бесперебойно работали все лето, ремонтировать их начинают уже зимой. Специалисты проводят тотальную ревизию, меняют насосы, прожекторы и трубы. Фонтан настраивают так, чтобы струя воды поднималась на высоту 35 метров. В этом году зимой мы провели ремонт обсадных труб фонтана в районе Печеского поля. Это очень большой объем работы. Этот фонтан был построен в 1999 году специалистами инженерной защиты. За это время трубы немножко получили деформацию. Мы в этом году их заменили на новые. Фонтанов в Чебоксарах станет больше. На площади универмага Шубашкар скоро планируют установить современную светодинамическую конструкцию. В этом году в столице Чувашии заработают 14 фонтанов. Правда, включать их будут только в праздники и выходные дни. Главный чебоксарский фонтан на заливе в выходные будет работать дольше всех с 10 утра и до полуночи. Но скорректировать этот график может непогода. Его будут отключать только из-за дождей. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.